на ремонте вот такая мясорубка клатроник модель называется fw 2684 значит диагноз включается работает крутится вал но как только начинается нагрузка перестает крутится предварительный диагноз съели зубья большие шестерни пластиковые вскрываем как вскрываем сначала откручиваем один винт здесь потом откручиваем винты этот этот здесь один винт в глубине там далеко и один винт вот здесь под этой крышкой откручиваем здесь у нас как всегда звездочка с пиптиком поэтому подбираем такую плоскую отверточку чтобы она там зацепилась и откручиваем и открыт винты теперь открыл крышку в сторонку винты не теряем ну и теперь здесь если открутим сможем вытащить механизм ну и теперь добраться до самым шестерен обыкновенная крестовая отвертка здесь 6 винтов откручиваем смотрим вот эти направляющие снимаем последний откручиваем и пытаемся вскрыть так просто не идем берем какую-то подручное средство отвертку как-то пытаемся вскрыть при вскрытии смотрю что в общем то здесь не такие уже и плохие зубья крупные вообще в идеале мелкие тоже здесь тоже полностью все целое по качеству неплохое но практически не практически не крутится вал все-таки дело но буду смотреть значит что-то или с двигателем нужно будет смотреть и смазка вот в таком состоянии смазка не полностью высохшая смазку заменить это даст степень свободы и легкость вращения старую все нужно будет выковырять она не вытирается выковырять придется поставить новую смазку ну и нужно проверить что сдвигать вращается он как-то так плотновато то что я вам сказал там не крутит это со слов хозяйки сейчас посмотрю как он по-настоящему держит нагрузку возможно подгоревший двигатель сейчас проверю и разберусь все покажу я вычистил все и даже еще не смазал попробую нагрузки нагрузку держит смотрю сама сеточка уже в таком съезженном состоянии видимо металл слабенький и из за счет этого плохо режет редуктор держит даже без ремонта просто почистил старую тяжелую смазку сейчас нужно внести хорошую смазку я буду использовать смазку смазку шрус обычно я ее использую для техники и думаю что в таком случае еще будет лучше себя чувствовать сам редуктор сейчас я просто его вычистил и без смазки смазка была не очень хорошая поэтому некоторые волы поржавели не знаю как это возможно в смазке так уж сложилось смазываю собираю и в общем-то ремонт закончен проблема была в высохшей смазке при так он хоть немножко немного крутил но при нагрузке получается нагрузка была слишком сильная для него уже изначально из-за высохшей смазки когда нагружается мясом просто останавливался а не прокручивался я думал что он прокручивается он просто останавливался из-за непомерной нагрузки ремонт окончен собираю смазываю собираю и отправляю клиенту смазал все поверхности все зубья смазки положил немного потому что та которая выдавится и выпадет на корпус она уже никак назад на шестель не попадет использовал я все-таки не шрус смазка фиол такая достаточно липкая прилипает хорошо из старых запасов из гаража все теперь собираю и буду собирать на место буду пробовать как он в работе я уже пробовал рукой он держит нагрузку но будет ли держать нагрузку вместе с чем-то с каким-то мясом неизвестно хотел опять таки показать в каком состоянии здесь но это вопрос качества может быть вы видите борозды прорезалась прорезались на сетке этой решетки это показатель качества сейчас возьму шлифовальный круг такой большой здоровенный я вручную выровняю поверхность в таком случае изначально она будет хорошо резать но потом когда прорезет такие борозды опять будет вырезать уже не очень но с этим я ничего не могу сделать качество изготовителя тут моей вины нет раз борозды прорезались это значит что металл достаточно мягкий собираю закручиваю собираю и буду тестировать сказать что он держит нагрузку в какой-то степени включая понятно что я руками так сильно не могу придерживать но насколько это было возможно слышали что он усиливается но теперь только проверка в живую на мясе но сначала отшлифую нож для того чтобы он был острый тогда ему будет работать намного легче ну а так я думаю что нагрузка понятно что я тряпкой не могу потому что ее схватит но так на руку в принципе мощность неплохая но с другой стороны это всего лишь 400 ватт поэтому от него ожидать особенной мощности и нельзя дополнительной проверки выяснилось что вот этот вал который выходит сюда наружу он не держится в шестерне получается что при сильной нагрузке он проворачивается было принято решение его снять и посадить но укрепить буду укреплять эпоксидкой но также еще дополнительно чем-то укреплю например просверлю сквозняковое отверстие для того чтобы закрепить его здесь есть небольшие шлицы такие которые по идее в какой-то степени держали но теперь уже не держат но самой мясорубке была еще и другая проблема я покажу в чем почему плохо перекручивала мясо но это другая история сейчас она просто останавливается из-за того что проворачивается здесь шестерня крутится овал чуть-чуть нагрузка его останавливается нужно закрепить вал на месте для начала нужно все обезжирить и посмотреть что можно с этим сделать таким образом я реализовал крепеж полностью посадил на эпоксидный клей и затем вот здесь вот просверлил отверстие сквозное через вал и вставил сверло отверстие было 3 2 сверлом просверлил потом назад вставил сверло с клеем и обрезал оставил там сверло для того чтобы держала нагрузку на вращение ну таким образом восстановил шестерню которая обходилась все теперь собираю и теперь уже все но еще покажу какую модернизацию я сделать для того чтобы хорошо перекручивала мир